Здравствуйте! В эфире канал «Россия» итоговая информационная программа «События недели» в студии Майя Хамдохова. На этой неделе состоялась первая сессия Народного собрания Карачаева-Черкесии 7-го созыва. Депутатам предстояло определиться с кандидатурами председателя парламента и представителем Республики в Совете Федерации. В работе сессии принял участие глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов. Подробности у Артура МХЦ. Перед началом сессии руководитель регионального избиркома Лариса Абазалиева вручила мандаты депутатам, только что вошедшим в состав 7-го созыва. Чуть позже она уже перед представителями исполнительной и законодательной власти озвучила полную статистику прошедших недавно выборов. В выборах приняли участие 203 324 избирателя, что составило 68,09 от общего количества избирателей. Постановлением избирательной комиссии 9 сентября выборы признаны состоявшимися, а их результаты действительными. Избраны 50 депутатов. К слову, список народных избранников пополнился почти двумя десятками новых имен, то есть обновился на 36%. Депутаты поделились ожиданиями от предстоящего межпартийного сотрудничества. В первую очередь, так как я являюсь медиком, хочу помогать по медицине, в том плане у нас кредиторской задолженности в больницах. Надо как-то это решать. Будем работать в эту сторону, в первую очередь. Наша фракция представлена в парламенте республики в количестве двух человек. Основные и приоритетные направления нашей деятельности мы планируем направить на улучшение качества жизни жителей нашей республики, на разработку, реализацию региональных программ, направленных на поддержку многодетных семей, малообеспеченных слоёв населения. Первое заседание Народного собрания 7-го созыва начал старейший из депутатов Исмаил Качиев. После определения состава счётной комиссии члены парламента должны были выбрать председателя. Кандидатуру спикера Народного собрания предложил глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов. Главное слышать наших жителей, наших избирателей. Дорогие друзья, я вас искренне хочу поздравить с избранием депутатами Народного собрания парламента Карачаева-Черкесской республики. По избранию на должность председателя парламента мною внесена кандидатура Иванова Александра Игоревича. В президиуме регионального политического совета, я сегодня представил, регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Указанная кандидатура согласована с президиумом Генерального совета партии. После тайного электронного голосования председателем Народного собрания 7-го созыва избран Александр Иванов. Он поблагодарил депутатов за оказанное доверие, заверил, что продолжит трудиться, чтобы регион становился еще лучше, краше, комфортней. Коллеги, мы будем конструктивно работать во благо Карачаева-Черкесии и поддерживать тот курс, которым ведет республика к успеху Рашид Варизович Темрезов. Я считаю, что успех нашей республики, успех нас всех заключается в конструктивной работе парламента, правительства. Следом была определена кандидатура сенатора от Карачаева-Черкесии, которого выбирают депутаты парламента. Представителем республики в Совете Федерации вновь избран Ахмад Салпагаров, чей опыт без сомнения поможет и далее плодотворно работать, взаимодействовать со всеми ветвями власти в регионе и стране. Артур Мкцелий Бастанов, Вести, Карачаева-Черкесия. Кадровые назначения. Указом главы Карачаева-Черкесии Рашида Темрезова на должность первого заместителя председателя правительства республики назначен Дагир Рамазанович Смакуев. Он был депутатом четырех созывов Народного собрания. Последние пять лет занимал должность заместителя спикера регионального парламента. В качестве первого вице-премьера Дагир Смакуев, который является доктором сельскохозяйственных наук, будет курировать сельскохозяйственную отрасль в сферу экологии и природных ресурсов, а также межнациональные вопросы. Завод «Халатмаш», выпускающий промышленное холодильное оборудование, вышел на новый уровень производства. Предприятие представило новые образцы холодильной техники. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов. Уникальное производство с 60-летней историей сегодня производит оборудование, которое является неотъемлемой частью технологических цепочек предприятий, пищевой, химической и нефтехимической отраслей, промышленности и не уступает по своим характеристикам зарубежным аналогам. При этом срок изготовления с поставкой по России в разы меньше, чем обеспечивают импортеры. В планах предприятия постепенная техническая модернизация и развитие производства усовершенствованы линейки поршневых холодильных компрессоров, что дает нам возможность обеспечить импортозамещение в сегменте промышленного холодильного оборудования. Именно так, развивая собственные предприятия, создавая конкурентную продукцию, используя новые технологии и современное оборудование, мы можем прийти к устойчивой и динамичной экономике, что является одной из семи национальных целей развития России до 2030 года, поставленных президентом Владимиром Путиным, отметив Рашид Темрезов. В поселке Арджиникидзовском прошло торжественное открытие новой врачебной амбулатории. Данный медицинский объект рассчитан на 130 посещений в смену и оснащена современным оборудованием, что позволит оказывать первую медицинскую помощь на высоком уровне. Подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Открытие новой современной амбулатории для жителей поселка Арджиникидзовский стало знакомым событием. Данное медицинское учреждение было построено в рамках реализации национального проекта здравоохранения. Мэр Карачаевского городского округа Марат Урусов поздравил жителей населенного пункта и подчеркнул, что с вводом в эксплуатацию этой амбулатории люди смогут получать качественную первичную медико-санитарную помощь. Это не просто медицинский объект, а настоящая опора для здоровья наших граждан. Место, где каждый сможет получить заботу и внимание. Создание этой амбулатории стало возможным при поддержке главы Карачаева Черкесской Республики Рашида Борисповича Темрезова. Наша амбулатория оборудована всем необходимым для оказания первичной медицинской помощи и рассчитана на 130 посещений в смену. Ранее в поселке Арджиникидзовском действовала участковая больница, которая уже не могла функционировать из-за изношенности самого здания. «Приятно видеть, что новая современная амбулатория оснащена всем необходимым, и каждый сможет получить медицинские услуги, не выезжая за пределы своего населенного пункта», отметил заместитель министра здравоохранения Карачаева Черкесии Владимир Селиванов. «Еще в 2019-2020 году я помню, четко сюда приезжал, смотрел, что и как, и четко помню, хорошо запомнил обвалившийся угол там, где в стационарном отделении, помните, есть там у вас печка или что-то было, вот это все было обвалено, на это было страшно смотреть. И сейчас вот новое помещение, новое здание, пускай оно может быть не такое большое по размерам, но оно функциональное и то, которое требует реалий сегодняшнего дня». После вторжественной обстановки мэр Карачаевского городского округа Марат Урусов и заместитель министра здравоохранения республики Владимир Селиванов, перерезав красную ленту, дали старт работе амбулаторий в поселке. Структурой данного медучреждения предусмотрены различные кабинеты, включая регистратуру, палату дневного пребывания, стационара, а также прививочные и смотровые кабинеты. Здесь есть все необходимое для работы, уверяют медики. «Здесь есть у нас прививочные кабинеты, у нас есть кабинет педиатра, у нас есть кабинет терапевта, есть кабинет вакцинации, кабинет дневного стационара, все, что должно быть первично в звене здравоохранения, вот эта врачебная амбулатория на сегодня соответствует и отвечает всем требованиям по законодательству нашей страны». Также в новой амбулатории уделено особое внимание доступности предоставляемых услуг для маломобильных посетителей, чтобы каждый мог получить необходимую медицинскую помощь. В День Республики в станице Преградной у Рубского района состоялось торжественное открытие новой врачебной амбулатории. Она рассчитана на 240 посещений в смену. Амбулатория оснащена новейшей техникой и оборудована в соответствии со современными стандартами. В новом здании имеются хорошо оснащенные кабинеты физиотерапевта и стоматолога, других узких специалистов. На базе амбулатории есть своя лаборатория, что значительно упрощает работу врачей и позволяет своевременно проводить обследования, сообщили в администрации Урубского района. Новое медучреждение расположено в центре станицы, рядом со зданием администрации поселения, недалеко от здания администрации района и детского сада, удобным, доступным и комфортным для всех жителей месте. Напомню, что строительство амбулатории стало возможным благодаря участию Карачаева-Черкесии в госпрограмме «Модернизация первичного звена здравоохранения», входящего в нацпроект здравоохранения. Наши теперь жители могут пройти своевременную дистанциализацию. И хочу вас поблагодарить, что вы уделили руководство республики, что вы уделили большое внимание оказание помощи нашему району, чтобы у нас была такая прекрасная поликлиника. И всего доброго на благо нашей республики. Копейка рубль бережет, а ежедневные поездки на общественном транспорте при оплате за проезд картой МИР, загруженной в смартфон, сэкономит бюджет граждан как минимум на горячий кофе в прохладную осень. На каких условиях действует скидка и насколько удобна оплата за проезд через мобильное приложение в нашем сюжете. Жители Карачаева-Черкесии еще могут успеть проехать в общественном транспорте республики со скидкой 5 рублей. Напоминаем, что предложение плачерной системы МИР действует в автобусах и троллейбусах республики, оборудованных терминалами для приема бесконтактных банковских карт. Пользуетесь общественным транспортом? Да, пользуюсь общественным транспортом. Оплачиваете наличными деньгами или картой? Я оплачиваю картой МИР, а также пользуюсь приложением МИРПэй. Вы же знаете, да, что если пользоваться приложением при оплате общественного проезда, там действует скидка 5 рублей? Да, я пользуюсь ею. Удобно? Очень удобно. На фоне регулярных поездок скидка в 5 рублей позволяет существенно экономить бюджет граждан республики. По данным аналитиков платежной системы МИР, в общественном транспорте Карачаева-Черкесии стали активнее пользоваться безналичным способом оплаты. Так, за три месяца действия акции пассажиры в полтора раза чаще стали расплачиваться за проезд картой МИР, загруженной в смартфон. Это очередной шаг к оптимизации системы общественного транспорта и повышению уровня комфорта для пассажиров. За три месяца действия нашего предложения пассажиры общественного транспорта республики стали в полтора раза чаще использовать для оплаты в транспорте карту МИР, загруженную в смартфон. Напомню, что предложение и акция будут действовать в Карачаево-Черкесии еще до конца сентября. Удобство безналичной оплаты позволит сократить время, затрачиваемое на ожидания и подсчет сдачи, а также минимизирует риски потери наличных денежных средств. К тому же внедрение и увеличение популярности бесконтактных транзакций дает возможность повышать уровень мобильности населения республики, идти в ногу со временем. Вы часто ездите на общественном транспорте? По городу, может быть, за пределами? Да, практически каждый день я езжу на общественном транспорте. Оплату совершаете наличными или, может быть, картой? Мне очень удобно пользоваться приложением Мирпэй, там скидка классная действует. Вроде бы 5 рублей в день, туда 5 рублей, туда 5 рублей, но хорошее денежко копится. Я почти каждый день, утром и вечером езжу из Псжаев и кустишь обратно на автобусе, тоже плачу Мирпэем. Вы часто пользуетесь общественным транспортом? Бывает, да, пользуюсь. А если не секрет, как оплачиваете? Мне племянник загрузил приложение Мирпэй, стараюсь им оплачивать, очень нормально получается. Вы же знаете, да, что при оплате приложения Мирпэй действует скидка 5 рублей? Конечно, конечно, знаю, конечно, да. Я им пользуюсь. Удобно же? Очень-очень удобно. Предложение продлится до 30 сентября текущего года. Майя Хамдохова, Олег Молхожев, Вести, Карачаево, Черкесия. В Турции в рамках праздника Саббантой прошла персональная выставка известного скульптора Кошали Зарманбетова. О прошедшем мероприятии маэстро рассказал нашему корреспонденту Белли Джозаевой. Здравствуйте, Кошали. Очень рада видеть вас сегодня у нас в гостях. Буквально недавно вы были в Турции вновь. Вы частый гость в Турции. Они вас любят, они вас обожают, даже можно сказать, и часто приглашают к себе на различные мероприятия. В этот раз был с Саббантой. Но я знаю, что до самого праздника в Анкаре открылась ваша персональная выставка. Расскажите, как все прошло. Здравствуйте. Великое время все прошло, потому что они мне год назад позвонили, хотим устроить вашу выставку, потому что в том году тоже было. Но тогда я им намекнул, что не в таком месте она была. Все-таки выставка требует себе внимания, чтобы люди были вокруг. Они в каком-то другом месте сделали, поэтому решили взять такой решительный баланс, сказали, что устроим как надо. И действительно, вечером, когда должно было быть вот это все, сначала открыли мою выставку, был губернатор. У них вот губернатор именно Анкары, столицы, да, как бы есть один большой, и вокруг еще есть какие-то небольшие, как бы, в этом же городе. И у них тоже, типа, таких же меров есть. Вот они вот как бы приезжают, бывают. Вот этот раз, к моему удивлению, он сам был, как раз когда проходил, еще там я тоже с гордостью могу сообщить, имею двоих своих учеников, две девушки, одна именно ногайская турчанка, которая там живет, работает, рисует. Я ему постоянно, каждый раз, когда езжу, подсказываю, здесь по телефону общаемся, по видео. Еще вот в этом году появилась еще одна из Канглов, когда-то уехали нашей, да, с семьей. Вот одна девочка, оказывается, пишет именно волочные как бы вещи, но не волок, а красками. Поэтому они тоже по две-три работы рядом поставили. Я говорю, я сначала о них рассказал. Я говорю, все обращаясь даже к меру города, я говорю, помогите, это наши как бы талантливые люди. И потом я одной говорю, они по-ногайски говорят четко, даже не употребляют ни одних русских слов. Мы иногда можем русский, иногда употреблять где-то, да, поэтому я говорю, я представлю тебя, как именно здесь, который живешь, здесь родилась ты, но рисуешь, и так как я тебе на ногайском буду, а ты переведи. Я могу на турецком говорить, но это не то будет. И она вот, я говорил, она переводила, пока обошли все мои работы, вот они как бы толпой были. Я как раз взял же туда, попросил, они сделали билеты моего сына Кошамбета. Я им говорю, смотри, сфоткай, видео снимай, но он постарался как-то сделать много, но может быть большой объем, но только когда они сняли, они хотят сейчас ролик сделать и прислать. Поэтому даже многие подходили, интересовались, а эти работы можно здесь в Турции установить. Я даже меру сказал, когда он одна работа что-то указал, говорит, вот хорошая конная статуя, я говорю, вот это можно здесь спокойно поставить. И как раз наш общество там на гайсе Пернек называет, да, он тоже говорит, ему на турецком уже, говорит, вот он скульптор именно мирового значения, было бы хорошо здесь в Анкаре в каком-то месте установить. Он закривал головой, как бы, да, ну может быть потом это отзавется где-нибудь. Но мне интересно было, что люди не уходили, пока концерт даже вот потом начался, да. Вот, например, там тоже выступил, а я стоял около работы. Постоянно подходили. Тем более до этого они же перевели название, мы как бы переписывались и общались по телефону на турецкий язык, чтобы люди могли название почитать, мою фамилию. И, кстати, там они всегда вот меня как бы представляли не заслуженных художников, короче, Черкесии или Дагестана, а именно доктор, профессор. Вот такие у них есть, это во Франции, вы меня называли, это, оказывается, именно вот мое звание, академия Казахстана, это мировое, как бы, значение имеет. И даже в том году, когда мы были в большой мероприятии, это было, передние сидения в большом зале были как-то свободные и висели там какие-то бумаги. И случайно, с кем я поехал, певец, он сел, потом он, наверное, обернулся, кушали, оказывается, это твое место, оказывается, я в их ранге депутатов, даже президента, других с таким званием, я имею право сидеть в передних рядах, как такие уважаемые и сильные такими своими званиями. Поэтому я тоже горжусь этим, потому что, когда принимаю, даже один турок, который он нас возил, он говорит, таких званий даже в Турции мало, говорит. Потому что, чтобы добиться, говорит, надо много. Вот еще вот, значит, флага хотел показать, это в 1990 году мы с моим духовным учителем, с рожденным Батумом, когда было в Дагестане, когда я жил, 600 лет эпосу ЭДГ. И тогда мы должны были, я должен был памятник сделать, там какие-то эмблемы, какие-то другие, остановки я делал, в общем, массовую работу я тогда сделал, хотя вроде бы год назад только окончил. У меня было как экзамен, что ли, как я учился, как я показываю. Поэтому мы тогда, я первый лепил, помню, мой учитель сидел рядом, говорил, давай так сделаем, давай так сделаем. Потому что символ, это не только ногайское, а петюрское. Вот на счетах, на копе, везде ставили именно голову волка, на знаменах именно фигуру волка. Но не такой интерпретации, само собой, да. Даже вот уникальный случай, когда я был после Казахстана, в 1905 году, вот этот флаг Казахстана, помните, Орел, Солнце, да. Тогда меня пригласил главный их художник, он говорит, продай его мне. Я говорю, столько волков, говорит, нарисовал, но такой не додумался. Я не знаю, как-то я спокойно, как-то не могу ответить, потому что это же ногайский флаг. Это тогда, 19-го, когда я об этом никто не знал. Даже вот когда мы ее нарисовали, уже на праздник был по флагам, да, люди как-то, не знаю, вот в 90-х, еще не говоря, там в 80-х, история только открывалась. И тогда я помню, наша одна поэтесса поехала в Турцию, и там еще наши ногайцы сразу его сделают флагом. Во всех везде журналах писали на турецком, именно вот так, Турклер, Новая Лара. И уже наши, уже как бы вынуждены, не знаю как, но уже сейчас в России тоже, не говоря, там в других местах, Европе, везде вот этот флаг уже у меня как символ. Акушали, я знаю, что в далеком 1985 году, когда вы были еще студентом, музей Дагестана имени Патимат Гамзатовой купил две ваши работы. И вот совершенно недавно везде в сетях появился ролик с этими работами. Вы об этом вообще знаете? Ну, это Дагестанский музей культуры, истории, искусства, именно Патимат Гамзатова. Это жена великого поэта Рослуга Гамзатова. И она имеет мировое значение. Там туда какие-то работы покупают, какие-то работы берут, где-то там у народа и так далее. И тогда я помню, вот эти две работы я делал именно на первом курсе. Только начал лепил, потому что после моих таких проб, надежды, о которых я всегда говорил, как я поступал, как я учился, как я преодолевал все это, да. То есть опыт у меня был уже. И учебные работы я на них как-то не смотрел, да. Они были, но как-то я был готов. И вот помимо учебных работ мы делали, мы, я всегда говорю, это мой друг Одессит Миша Рева, он у них великий, влиятельный художник. И мы с ним как бы соперничали. Вот даже пять лет все. И поэтому, наверное, я всегда привык какие-то маленькие работы делать. Многие видели, говорят, а почему ты маленькие работы делаешь? Потому что большие там ставить невозможно. Во-первых, во-вторых, учебную работу мы ставили на сессии разные, да. И я знаю, у Миши и у меня всегда были маленькие камни или там гипса или какой-то материал, какая-то скульптура. То есть я тогда считал, что это, я не говорю, что преподаватели были плохие или какие-то. Мы просто вынуждены были делать какие-то работы вне учебных требований. Поэтому, наверное, это сказалось на том, что, вы знаете, да, я не горжусь или не хвалюсь, что я художник. Художник – это человек, который придумывает, сочиняет. Можно писать хорошо, можно рисовать хорошо, можно липеть хорошо, но выше Микеланджело, до Винчи никогда не прынешь. Поэтому я всегда схожу из своих источников, вот то, что я говорил о флаге, о библине, то есть из корней, то есть орнамент, народное искусство. Поэтому детям я стараюсь давать именно народное, копать в своем народе – это истоки. Поэтому нельзя Малевич сделать черный квадрат, когда этот квадрат во всех наших изделиях. Вот карачайский, я знаю, именно геометрический, там есть квадратный, треугольник. То есть он сделал искусство на этом, а мы, как говорится, смотрим. Поэтому мы тоже должны стараться это делать. И поэтому музей, когда появился, он как… Я эту работу выставил, обожгли меня тогда в Академии художеств, знакомые были. И на какой-то выставке они купили, я не знаю, я тогда много выставлялся. Поэтому даже когда я стал сразу, после окончания 90-м, членом Союза художников СССР, это было большое достижение, потому что попасть тогда невозможно было. Потом меня автоматически перевели именно в Россию, как бы я номер один, когда уже была именно Российская Академия художеств. Поэтому они купили, я помню, даже я получил за эти работы очень большую сумму денег для меня студента, и вообще, который только поднимается, почему я это рассказываю, именно для студентов, для тех, кто начинает искусством, не знаешь, какая работа у тебя именно будет супер. Может, вот эти работы две уже супер, я уже все сделал. Не говоря, что я сделал и этот факт. Поэтому я хочу, чтобы все работали, работали и работали. А какая песня лучше будет или какая работает, то история скажет. Вот моя история именно в телевидении, этот ролик. Как профессиональный художник, как профессиональный скульптор, хочу у вас спросить, вот можно ли как-то сохранить ту самую классическую скульптуру? Ведь сейчас часто молодые скульпторы, они обращаются к цифровому моделированию. Ну, лучше переводить, конечно, в такие твердые материалы, как бронза, золото, серебро. Но просто сохранять надо во всех флешках, на всех этих, чтобы было. У меня вот массы я использую, и как в этот момент они уходят, я не знаю. Поэтому я стараюсь все, какие у меня есть снимки, да, не говоря своей работы, сохранить именно материалы. Пускай материалы будут, но если, например, не останутся фотографии, к примеру, да, их можно еще поснимать, еще, как говорится, в других видах, видео, допустим, да. Поэтому постараться надо работы сохранять, именно материальные, но не пластилин, конечно. Кушали, скажите, а можно ли у скульптора сформировать пространственное мышление? Пространство, вот в моем понятии, вот почему моя черно-белая графика, да, это, во-первых, силуэт. Должен быть красивый силуэт. А то, что в нем какие-то гравировки, какие-то вещи, да, значимые, которые имеют, да, он не будет, если не будет, вот это силуэт. Поэтому если даже наблюдать в больших городах, в больших странах большие скульптуры, при въезде не все скульптуры нормально смотрятся. Потому что они станковые, вот их сделали 100 метров. Поэтому силуэт. А силуэт у нас что такое? У всех народов, скажем, Карач-Черкесии. Это орнамент. Любой орнамент, то геометистово-растительный, то какой-то замор, да, это силуэт. Поэтому в них надо находить именно то, что вы хотите сделать в своих работах. Если узнаете хороший орнамент или те же родовые знаки, то перед вами золотая дорога. Поэтому надо изучать вот это. Я почему-то многое знаю именно о композициях, да, потому что я вначале, когда именно вот начинал, мне говорили, ну ты ничего не знаешь, композиция, уезжай в баул. Я мог бы расплакаться, пускай даже мальчик, да, кинуть там глину или камеру разбить, уехать. Но мне встал вопрос, почему композиция? Поэтому я хотел бы, что кто начинает, они были любознательными, всегда интересовались. Почему орнамент, почему он так изображен? Тогда у него будет дальше чувство композиции еще больше. Поэтому композиция что такое? Это постоянно работать. Не смотреть на какое-то место клочок, где у тебя как мастерская, может быть, или как место или кухня, в котором ты должен что-то делать. Не искать этого. Конечно, я был бы счастлив, у меня была мастерская, я бы повесил себе работу, поставил себе работу. Но если нету, так нету, что поделаешь. Но мастерская нужна именно тем, кто приезжает, туристам. Они могли бы, вот как мастерская, как Шелезаромбетова, имеет такую-то уникальность, пойдемте проведем экскурсию. Прекрасно же, прекрасно. Это, во-первых, значимость именно короче-черкесии как культуры, искусства. То есть археус, дамбай, а вдруг какая-то мастерская или другого художника. У нас у всех народу есть хорошие художники. Но скажу прямо, их немного, один-два, у каждого народа. Потому что композитор много не бывает. Так просто окончится, может, много бывает. Но композиторам не дается. Поэтому я еще раз говорю, изучайте свою историю, свои корни, именно народных. Тогда вы будете теми, о которых я говорю, композиторами, художниками. И кем вы хотели быть. Даже певцами, которые будут петь именно от души, потому что у них есть вот эти корни. Ну что ж, я еще раз благодарю вас за участие в нашей программе. Желаю вам дальнейших успехов. Спасибо, что вы были гостем нашей программы и за ваше отношение к своей работе. Спасибо вам. Спасибо. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Наш выпуск завершен. Хорошего вам настроения. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok